здравствуйте друзья с вами вновь виталий рад приветствовать вас на канале артист маля и собственно говоря я представляю вашему внимание очередное мое извращение в плане билдостроения в игре гримдаун так что я сделал я решил опробовать синие сеты насколько можно из них сделать что-то крутое эта мысль у меня уже давно засела в голову но реализовать я все никак не решался по той простой причине что синий сет откровенно говоря слаб в сравнении с сетом фиолетовым вообще синие вещи на фоне фиолетовых вещей это так шик вы пройдете обычный режим с синим сетом вы пройдете элиту но абсолют вам уже будет очень некомфортно проходить вам будет очень больно очень тяжело и вам скорее всего придется сидеть и фармить на элите чтобы получить легендарные вещи чтобы продвинуться дальше к абсолюту но разработчики в мрачных злоключениях поделились такой информацией в дополнение 1.0.0.6 мы хотим изменить баланс игровых предметов мы хотим усилить синие вещи по отношению к фиолетовым чтобы они были конкурентоспособными таким образом они расширяют базу вещей для игроков чтобы мы могли строить более разнообразные билды использовать больше вещей чтобы легендарные вещи не были для нас именно самоцелью чтобы мы могли реализовать максимально что-то заложенное в игру потому что с синими сетами заложены достаточно интересные механики и сейчас они грубо говоря пролетают потому что дамаг маленький выживаемость маленькая все маленькая цифры маленькие все плохо в общем ждем патча но то что я собрал в принципе исправлять свои задачи она может пройти эту игру давайте посмотрим в качестве основы для билда я использовал сет отпущения грехов а делаю полностью потому что нам нужны все бонусы особенно бонус за 5 кусков 150 общего ответного это великолепно тело шапочка щит на плеч и рукавички то есть полностью сет я одеваю очень хорошо заходит дальше мы берем синие боты осквернителя тоже хорошие сапожки лучше них в плане синих вещей я не находил к сожалению последний марш я не захотел использовать поскольку он дает мне снижение урона и выживаемость не у не так понравился как боты осквернителя они не больше зашли из штанишек я выбирал выбрал все-таки мощные поножи доблести забродные штаны я не стал брать поскольку не то и слишком они хороши а эти как-то лучше зашли здесь сопротивление лучше которое мне нужнее были скажем так и плюс бонусы к боевому крещению боевому крику в плане бижутерии бижутерия мощный колыш цветения жизни самый большой профит с этого кольца это здоровье это восстановление здоровья и это плюс 2 к дубовой кожи в целом достаточно слабое кольцо поскольку на нем нет сопротивлений и нету плюса к нужным нам с пылом второе кольцо это мощная пища часового она уже повеселее поскольку она дает нам и наши специальные способности блок щитом сколько мы щитовик нам это надо сопротивление огню очень хорошо кислота великолепно сверхзащита и тренировка со щитом тоже эти мы способности используем поэтому для нас это выгодно плюс здоровый навык кара не самый чтобы не совсем чтобы супер но все же амулет мощный амулет гнилого осколка пожалуй это второй предмет который создает этот билд по сути это снова билда он дает нам нашего пета давно хотел тоже реализовать амулет как только он не выпал но реализации все не было а здесь он смог себя показать ну не лучшим образом но все же фишка наша в чем в том что макрица может снизить физ урон на 20 на 20 процентов на 3 секунды много и тема или мало это нормально очень нормально и макрица справляется с мелом на все 100 процентов она сбивает врагам дамаг и позволяет нам чуть лучше жить чуть веселее но в целом макрица очень слабо очень слабо друзья мои я даже не знаю и надо капитально усиливать это учитывая что это мощный амулет на 65 уровень есть на 20 или на 30 вот этому летом макрица еще более тонкая здесь на хоть как-то хоть что-то показать какие-то циферки медаль мощный значок военврача великолепная медаль дает нам толщину дает нам восстановление энергии дает нам плюс к блокируемому урону сопротивление кровотечению что очень хорошо плюс дает нам волю мингира и обряд макдрогена мы их используем это нам нужно да он и навык полевая медицина срабатывает часто восполняет хп быстро хорошо хорошо плюс она еще по площади работает как вы уже обратили внимание мне понравилось два легендарных предмета которые я взял в эту сборку по причине такой что просто без них очень очень тяжело до понимаю что билд синий да можно взять синие вещи покажу но просто без этих двух легендарных вообще тяжко тяжко играть я не знаю я шипел плевался матерился когда верстал этот билд потому что изначально хотя вообще все синие взять но все синие получалось такая ерунда не жизнеспособная что пришлось две леги все-таки взять эту сборку это кушак колючий кушак тайны от поляны его можно заменить я покажу на что то есть он здесь просто взяты ради большего урона он дает нам бонус хп защиту сопротивление яду минус длительность отравления и ответный урон общий плюс дикие лозы тоже достаточно хорошо заходят они замедляют они обездвиживают спрятать пояс но можно заменить вы ничего не слышали вторая вещь это агония одноручная булава тоже долго думал на что заменить агонию не вообще ни на что заменить ее не смог потому что она здесь реально незаменимая это пушка я тоже давно думал как и реализовать можно ли вообще реализовать можно но сложно и 1 надо это делать очень осторожно но здесь она просто великолепно заходит то есть скорость атаки ответный урон кислоту общий ответный урон ответный урон кислотой плюс единичка к солдату классно классно плюс еще дает урон по площади снижение сопротивления кислоте смотрим на что можно заменить вот эти два предмета пояс можно заменить либо на мощный шнур послушника поскольку мой такой танк питовод то нам в принципе зайдет этот пояс он дает нам хороший бонус к питомцам плюс 45 общего уона плюс сопротивления к стихиям и здоровья но дает нам бесполезность для нас статы то есть нас нет ни манипуляции не связи с природой то есть для нас он будет бесполезен мощный шнур послушником образом он уходит в минус и фаворитом будет для нас окаменевший кушак который нам дает то что мы используем оплот менгира дикое сердце плюс дает нам кучу сопротивлений и кучу брони защитой для нас это великолепно земная опека также увеличивает восстановление здоровья и увеличивает нашу броню что тоже очень для нас хорошо и вот если у вас нету кушака тайной поляны то вы можете смело брать каменелый пояс каменелый кушак для этого билда он дает нам великолепную выживаемость очень хорошие что еще такого можно было бы заменить это можно было бы подумать над тем чтобы заменить амулет на наследственный оберег до оберег здесь будет очень круто он сделает нас в несколько раз толще мы будем супер кузатым наетым товарищем у нас вообще не будет никаких проблем с сопротивлениями потому что посмотрите пожалуйста я такие сота у нас уже в оверкап уйдет стихии у нас подтянутся до разумных пределов а может это неразумных подскочат а брать макдрогена упорство вепре великолепно то есть он может конкурировать с макрицы но поскольку я давно хотел реализовать эту таракашку я пользуюсь мощным амулетом гнилого осколка хотя как альтернатива даже может быть лучше это наследственный оберег потому что он реально великолепен по кольцам менять в этой сборке я думаю стоит только мощный колыш цветения жизни поскольку он дает нам только дубовую кожу и не дает никаких сопротивлений то есть банальный жир и немножечко регена на что можно поменять можно поменять на мощный персин сущность опять же мы типа петовод плюс мы используем первобытного духа и мы используем нотем виндиго и это нам будет полезно плюс он вызывает пэта дополнительного который подтанковать может но нам дополнительный танкующий пет не особо нужен почему это потому что мы играем через возвратный урон нас должны бить должны бить нашего персонажа если будут бить кого-то еще ну с одной стороны позволит нам выжить но с другой стороны эффект шипов сколько помню не распространяется на призванных существ и если мы хотим чтобы у питомцев были шипы то мы должны им отдельно собирать то есть во вкладке питомцы но об этом чуть позже то есть вот это для нас будет не так полезен как мощный околыш цветения жизни хотя он тоже не самый лучший на мой вкус и синих колец и медальку можно заменить мощный значок военврача на знак нимфы который опять же нам дают больше уклон в питовода то есть но он для нас будет выгоден с точки зрения питовода именно поскольку основные статы для персонажа они вообще никакие шипастого зря мы не используем три процента к здоровью колоссально великая цифра а вот бонус для питомцев очень хорош общий урон 22 здоровья все два восстановления 25 стихи великолепная вещь здоровый навык касание нимфы это целевое лечение наших питомцев хорошо это великолепно это очень хорошо это супер мы можем лечить и себя и питомцев значок военврача срабатывает это активируется раз 6 секунд собственно говоря я выбрал все-таки значок военврача поскольку он для меня лучше зашел я больше такой возвратный урон использую чем питоводческий что еще можно заменить агонию я пытался заменить на призыватель гнила камня можете обратить внимание на то что статут по питомцам он всем питомцам общий урон крит урон яд кислота навык атаки 925 ответного урона ядом именно будет у питомцев эта цифра именно они будут долбить ответным урона но по статам для персонажа по основным статам вообще никакая штука и и надо как-то и балансировать что-то изменять не потому что ерунда самом деле откровенная ерунда может быть для ядовитого питовода через глаз двигана как-то и зайдет то есть что он будет использовать макрицу и вот эту пушку там это да может сыграть но это как-то не знаю даже я не помню такой ход синих сетов кроме зловония на оккультиста чтобы там вот это вот сыграло хотя можно будет попробовать такой ядовитого питовода чисто собрать но опять же думаю в силу того что синие сеты проигрывают фиолетовым по урону и выживаемости это будет мучение геймплей что-то еще можно было бы заменить и было бы интересно посмотреть на замены это щит мощная защита лича ну пожалуй наряду с авангардом легиона это один из лучших синих щитов в игре вообще поскольку он дает нам колоссальный бонус к здоровью дает нам чудес по сути 40 секунд перезарядка 80 урона поглощается в течение 5 секунд это очень круто мы сможем за это время отхилится великолепно плюс дает нам бонус питомца то есть опять же щит для пятовода хорош хорош ну что ты чё хотелось бы показать это канонический щит для билдов через возвратный урон это конечная остановка у меня есть в принципе он прикольным что можно сказать то есть тут сопротивление хорошо общий ответный хорошо тренировка со счетом контур-удар и последняя остановка это вообще классно можно оглушать элитников мне очень это нравилось сделать плюс он еще сбивает им навык защиты хрустим собственно здесь все просто там я думаю уже обратили внимание идет просадка по сопротивлению здоровью и по хаосу и по молнии по сопротивлению не так все круто как хотелось возможно это справлюсь вы ничего не слышали кресла хрустит чё с этим сделать я пока не могу давайте вторую вкладку белый урон вы видите что вообще фигня но зато у нас регенерация более-менее 500 не так много но не так мало он это тоже вы можете не смотреть цифры вообще смешные курям на смех по питомцам тоже вот можете обратить внимание что бонусов очень немного и вообще вот использовать такое танкование питомцами использовать возвратный урон для них это идея была популярна на бете и собирали через свет империона танков петоводов но этот не знак я не хочу этого делать смотри собственно самая камельфон защита блок 67 процентов блокируем и 1700 не так много но все же 52 процента восстановления блока сопротивление физ урону нашел одно это 6 процентов ответный урон отражение урона сразу смотрим 41 процент без бафа это приятно с бафом у нас будет 100 процентов отражения он проникающий возврат 4000 он здоровье полторы тысячи и урон ядом 3600 то есть то что у нас на персонажи есть так еще каюсь каюсь и забыл показать самое главное реликвии показал реликвия злое слово тоже взял злое слово чисто из-за проклятие из-за добавленного навыков в принципе не так хороша она как казалось бы но 18 тысяч двести тридцать пять ответного урона рядом за пять секунд плюс сопротивление эфиру это круто это очень-очень круто от этой ауры поэтому я от нее отказываться не хочу собственно говоря была мысль заменить ее на цитадель или на что-то подобное но потом я подумал что это все-таки лучше хотя по сопротивлению яду и кислоте у нас так все не так неплохо то есть виде 48 а с ней 85 там можно как-то маневр сделать но все-таки вот это лучше или здесь сил ну собственно давайте по талантам пробежимся по талантам мы берем стража это солдат и шаман что мы берем солдате полностью мы берем наше мастерство и берем все пассивные выживалки мы берем закалку мы берем тренировку с щитом мы берем опыт мы берем сверхзащиту очень полезно очень хорошо очень классно по сути позволяет нам пережить очень много дамага на единичку вкачал волю мингира поскольку у меня к нему бонус не скажу что так уж сильно пробивают так уж сильно пролетаем да можно попасть ситуацию когда нас очень сильно пробьют но если такая ситуация сложилась то могут просто убить она не спасет даже в качаная на максимум то есть такая вот штука палка двух концах берем рывок чтобы как-то сокращать дистанцию с противником если над нас убегает зараза и все атакующих мы вообще никаких не берем поскольку у нас урон от персонажа идет только через ответку то есть нас бьют мы бьем ответным уроном не моркови не золхан не боевой дух и щит слэм силовая волна не ритм тут они вообще никак не сыграют на самом деле немножко обидно но в принципе они здесь и не нужны в этом билде не для другого немножко также мы берем боевой крик очень полезно очень классно снижает здоровье снижается против снижает урон противнику по площади хорошо хорошо дополнение берем сломленный дух чтобы снять навыки то есть это очень полезно особенность нам враги забавались мы так раз и сняли с них все да я понял что сказал что еще мы берем ну я взял боевое крещение поскольку у меня к нему есть плюс я на единичку вкачал люстры к ним хорошо хорошо я не стал брать полевого командира с тактикой отряда поскольку здесь он не так критично играет и я дальше объясню почему хотя можно его взять в принципе но опять же можно и не брать я более вкусный вариант для себя нашел ну а плот мингиро естественно думаю все понимают почему здесь он стоит потому что это реген это запас сил это сопротивление атакам здоровью что тоже очень приятно поскольку здоровью бьют почти все многие и ответный урон очень приятная способность шаман но тоже изменил себе взял полностью мастерство почему нам нужен первобытный дух без первобытного духа эта сборка вообще очень сложная становится в игре против толстых соло целей то есть если против вас толстый босс вроде последнего то вы его не убьете без такого таргетного урона вы просто замучитесь убить а у первобытного духа есть удар хвостом это удар яда как бы плюс он один из сильнейших питомцев в игре по моему все сказано до 40 секунд перезарядки но все же что мы еще берем в шамане ну берем обряд макдрогена я его не сильно прокачивал по той простой причине что он здесь не так критичен не так уж много он и лечит бы побольше лечить да ладно это только мое ворчливое мнение дикое сердце обязательно берем плюс 34 процента к здоровью мелочь а полезно и дубовая кожа тоже обязательно здесь потому что у нас общий ответный урон и сопротивление то есть великолепная способность хватающую лозу мы берем как активатор наборности потому что брать всепожирающий рой нам кастовать его особо некогда брать ветерки нам тоже нам нужно спамить бываешь нужно на спамить и вот тут вот в плане спама хватающая лоза куда лучше выглядит чем ветерок и всепожирающий рой плюс срабатывает почаще у нас зор пастуха которая к ней повесил что еще интересно вам я взял дикость кто-то скажет на кучу ты и взял опять же как активатор наборжности и как увеличение выживаемости мощь медведя плюс 15 урона ну не критично но 8 сопротивления физ урон это круто упорство вепре вот как раз я и говорю что можно взять тактику отряда а можно не брать ее нету полевого командира то есть можно не брать и можно взять упорство вепре потому что он дает нам сто процентов восстановления здоровья плюс сотни то есть это вот разгоняем себе реген хп очень хорошо правда нам при этом приходится бить ну объем то есть можно сыграть вот так вот можно отказаться от этого и попытаться вкачать полевого командира и вкачать боевой крик посильнее то есть я решил так лучше мое чисто мое решение и тотем виндиго тоже нам надо чем-то лечиться мы берем тотем ставим его все под ноги тотем нас лечит лечит хорошо лечит бодро периодически промакиваю горлышко не прошу внимание ну собственно вот так вот все выглядит практически никаких атакующих способностей у нас нету дикость не в счет поскольку она у нас больше как защитная используется и давайте перейдем к набожности по набожности ну берем пастуший посох это для питомцев это великолепное созвездие зов пастуха великолепен прокнет питомцы просто втаптывают в землю все и вся лев то же самое для бонус для нас бонус для питомцев очень хорошо черепашка на думаю черепашку стандартно берут все кто играет танками да и не только танками очень полезное созвездие ящерица она нужна нам для набора притечь я не стал брать ничего другого я не стал брать гадюку я не стал брать астроляпию поскольку ящерицы нам вполне хватает для того что нам надо вестник войны поскольку мы играем через возвратный урон вестник войны нам очень хорош потому что он дает нам общий от общий возвратный и дает нам отраженный урон свестник здесь классно заходит дальше куда мы идем дальше мы идем сюда мы берем угря опять же для притечь мы берем злюкин собакин опять же для притечь и чему мы шли набирая очки семейства притечи мы шли к древу жизни основное наше лечение великолепное лечение очень большой бонус к здоровью бонус к питомцам великолепнейшая созвездие вот в плане хила на мой вкус древа жизни она просто громит гиганта поскольку у гиганта регенерация слабее шанс активации ниже и общие бонусы меньше но в принципе так вот стоит отметить это баланс поскольку гигант у нас находится в сегменте где содержится созвездие на урон и давать здесь такой великолепный хил дамагером было бы по-моему не честно просто-напросто потому что действительно получились бы какие-то не не прошибаемые уничтожители терминатор а так здесь у нас созвездие на защиту большей частью собраны и здесь древо жизни находится очень хорошее созвездие и вот если вы делаете танка не старайтесь дотянуться до громилы лучше берите древо жизни берите что-нибудь на защиту не прогадаете просто-напросто что мы еще берем в порядке мы берем щитоносицу она опять же нас требует притечи и порядок но синергирует с нашим щитом неплохо очень неплохо синергирует и щит у нас становится чуть полезней обелиск мингиром мы не берем полностью нам полностью не нужен нам нужно только вот эта звездочка то есть мы берем 1 2 и 3 100 общего ответного урона в этом плане обелиск мне очень понравился кто-то может сказать что вместо щитоносица можно взять весы улькама можно на хил опять же но тут можно подумать как альтернативу можно рассмотреть но видите нам нужна щитоносица чтобы взять притечи вы тоже думаете очень очень думайте много товарищи что может не хватить притечи и без древа жизни весы улькама вам вообще никак не помогут ну и одна из вишенок на этом тортике это строитель торгов строитель торгов он достаточно спорный товарищ все потому что стена и щита она работает достаточно интересно но вот именно в моей сборке она заиграла просто супер реально супер она дает нам блок она до блокируем урон прошу прощения дает нам броню она дает нам отраженный урон у меня 1 41 отражение строитель дает плюс 60 привет стопроцентное отражение под строителя супер супер собственно говоря когда он пока это у нас почти весь урон летит в оппонента в монстра что достаточно приятно давайте пойдем я пробегусь покажу вам кое-что интересное давайте сейчас пойдем сюда вообще как рождался этот билд каковы были творческие муки я задумал построить билд на основе моего танка и решил использовать все то что использовал в танке то есть я не хотел менять оккультиста на какое-то другое мастерство я максимум максимально использовал кровь дрига я максимально использовал солдат то есть по идее у меня должен был быть такой кислый танк использующий кровь и использующий мастерство солдата кровь дрига должна была быть не только лечащим но и наносящим урон умением что должно было быть достаточно интересно но получилось следующее когда я начал развивать эту модель получился такой прикур что персонаж просто не мог убить толстый соло таргет то есть если против меня был элитник или босс это просто было все это была смерть я вообще ничего не мог сделать поскольку у меня урона по одиночной цели практически нету если он меня бьет то бьет у меня очень больно и мне очень-очень бобо и получалось не так что он наносит не урон не такой большой как мог бы и у меня идет в ответку ему очень хорошо сейчас посмотрите просто вылез элитник я пытаюсь его забить видите у меня по нему почти не проходит никакого урона все почему потому что он меня не бил он бил макрис сейчас он меня начал бить сейчас на нем куча дебафов вот он что-то начал получать какой-то но это только элитник и вот так вот каждого элитника по 3-4 минуты убивать согласитесь это очень тоскливо особенно ждать когда там прокрут строитель чтобы хоть что-то ему сделать сейчас я его забью просто так вот пинками вот пинками сапогами видите просто ты согласитесь каждого элитника так убивать это просто зверинки обычный монстр очень хорошо разваливаются страшно светов тоже такой сет достаточно своеобразный пробовал я уже с ним что-то собрать возвращаясь к этому биллу так что попробовал я через оккультиста поиграть и было вот как-то так было очень тяжело было по сути не играбельно что мне очень не нравилось потому что обидно когда твоя сборка не играет видите три элитника и мне уже бубушки хотя вот у меня реген очень высокий у меня тотем вендига собственно говоря чтобы побыстрее убивать нам нужен как раз таки первобытный дух сейчас вы увидите как один упадет уже я вот не помню есть метр штучка на у меня на есть посмотрим может лучше что град и собственно говоря возвращаясь к нашим баранов таким образом просто в том билге у меня не было никакого урона по одиночной цели и все что мне оставалось это надеяться на то что зайдет урон не повезет плюс там было в два раза меньше здоровья было не 26 не 20600 а было 11000 извините для танка 11000 здоровья это вообще куром нас и и пробивали больно и было очень неудобно играть поэтому я решил что ну его нафиг гордость сделаем что-то играбельное и собственно я решил использовать в качестве архетипа билда как я уже говорил вроде бы в начале билд на возвратный урон который был еще на b31 сколько я помню уже разработали этот билд я решил взять его и немножко изменить то есть основа это шаман воин шаман легионер и получилось то что получилось в принципе получилось гораздо больше здоровья что очень хорошо и получилось то что у нас появился урон для слова таргета что тоже великолепно на мой взгляд потому что смотрите обычные монстры умерли уже а матриарха только-только поцарапала а мне-то между прочим больно смотрите вызываем первобытного духа и все и у матриарха так постепенно по стенах по падает падает ласт босса этой сборкой можно убить это очень долго очень нудно очень напряжная где-то его минут 7 или 10 убивал в контакт забросил запись к сожалению в группу пока в контакте не забросил заброшу обязательно просто это вообще был такой убитый что и шилла то что контакта сойдет для ютюба нет так что пройти игру можно если вы об этом переживаете все мои билды они нацелены на то чтобы именно пройти игру даже фановые билды стараюсь чтобы они хоть как-то можно было что-то пройти ну хотя не кроты не проходит а вот такие вот куда по серьезному отношусь туда можно пройти ласт босса ковырял минут пятнадцать 7 7 минут я уковырял это было эпично особенно когда у меня начал пробивать я начала было весело короче говоря обязательно посмотрите в контакте видео лежит пока что на моей страничке но скоро будет группе ну собственно так вот получилось давайте соберем камни я пойду кого-нибудь еще забью своей кувалдочкой получается что билд работоспособный билд интересный не сказать что он сто процентов а фановый поскольку он проходит игру он может ее реально пройти но все же он не так мощен как билд через фиолет на ответный урон он проигрывает ему он проигрывает билдом на танка у которых есть урон по соло цели поскольку тут урон по одиночным целям очень низкий сейчас кстати с маркиным полстосумом будем воевать этому билду очень некомфортно когда он сражается с рейндж врагами то есть вы видите что мне просто очень неприятно когда меня лупят вот эти вот вредители из банды кронли то есть он нацелен больше на ближний бой на честный ближний бой вдаль если тут будет толпа товарищей дальнего боя мне будет очень неприятно видите маркиным толстосума очень хорошо продамагала наша штучка наш первобытный дух так мы уковыряем достаточно долго что еще можно сказать в принципе если вы хотите собрать что тот именно через синьку это можно собрать это работает что еще от сильные еще слабая сторона так сразу скажу очень зависит от срабатывания набожности срабатывания способности то есть и сработает у меня строитель торгов я потеряю часть дпс не станет меня монстр сильно бить пока сработал строитель торгов я потеряю часть дпс будут меня бить рейнджи когда у меня не сработал строитель торгов я получу много урона и не нанесу существенного урона им в отместку то есть такой проков очень не сработает у меня опять та же полевая медицина я не вылечусь что очень неприятно в моем случае поскольку у меня это один из основных источников лечения не считая конечно же древа жизни и тотема линдига что еще такого интересного в принципе все по этому билду общее мнение по тому что анонсировано в обновлении 1 006 пожалуйста подождите я разрабатываю свое мнение по этому вопросу мне нужно спросить в офисе шутка у меня баянисты ничего страшного бывает и повеселее собственно говоря это все будет а пока что вот как то так ну еще хочу всех вас поздравить с выходом ремастера замечательной игры titan quest сейчас она в стиме со скидкой а всем у кого был titan quest куплен в стиме ее подарили бесплатно я считаю что это очень правильно что разработчики так поступили они именно подарили нам игру и так сказать побаловали нас с этой стороны кое-какие проедухи купили 75 процентной скидкой в стиме собственно говоря это и так поэтому разработчики даже все как-то в минус поступили но вот это вот на самом деле редкость что разработчики именно дарят ремастер игры они пытаются его продать собственно говоря по поводу ремастеров таких вот вещей я буду делать такой отдельный подкастик поэтому пожалуйста подождите собственно говоря а на сейчас все огромное спасибо за внимание огромное спасибо что остаетесь с нами и смотрите мои видео с вами был виталий до свидания